Алексей, здравствуйте! Я рад был побывать на вашем концерте в Таллине. Как у вас впечатления? Отлично, здорово. Всегда очень приятно и тепло встречает публика. В третий раз мы в Таллине. Вы знаете, начало концерта какое-то было у нас такое немного тяжелое. Были какие-то свои нюансы, но это мы замечаем на сцене, находясь с нашей командой. Были технические моменты, какие-то неполадки. Но во втором отделении все восстановили, все обсудили во время Андракта и продолжили работать. Я думаю, что по реакции зала все было понятно и видно. Во втором отделении все заметили замечательную спутницу, замечательную девушку, которая пела вместе с вами. Алексей, вы давно вместе поете? Сейчас скажу. Это 2013 год, когда Брянцев старший. Соответственно, это руководитель всего нашего проекта. Он пригласил Елену Касьянову в проект как новую дуэтную исполнительницу для дуэта. Так как мы... Заходите. Да-да-да, заходите. Здравствуйте, девушка. Вот так вот бывает. Ну давайте продолжим. Девушка и без шампанского. Да, Алексей Брянцев старший взял Елену Касьянову в проект. И вот сейчас, как бы на данный момент мы работаем. Так как мы с Ириной Круг закончили нашу дуэтную работу на настоящий период. Да, вот в 2012 году мы начали работать раздельно уже. Она как сольный исполнитель и я как сольный исполнитель. А все-таки зритель и слушатель, как бы людям очень хочется слышать дуэтные песни. Вот эти диалоговые, дуэтные, необычные песни. И поэтому, как бы, решили продолжить нашу диалоговую историю. Вот в связи с этим и была приглашена Лена. Ожидается ли у вас еще с Еленой какие-то новые песни? Да, сейчас ведется работа на данный момент над новыми дуэтными песнями. Ну, как правило, какой-то прям конкретный вот альбом, да, пластинка специально дуэтная, наверное, вряд ли будет выходить. Где-то на сборниках, да. Потому что буквально недавно перед выездом в Прибалтику разговаривал я с Брянцевым старшим. И где-то 3-5 песен мы будем выпускать дуэтных на сборниках, на пластинках. Ну, соответственно, в интернете, скорее всего, это появится быстрее всего. Вот. А сейчас, в этот момент, ведется очень плотная работа над третьим сольным альбомом моим, который планируем выпустить, дай бог, в мае месяце 2015 года. А сейчас хватает, в такое время активное декабрьское, хватает времени на альбом? Вот у нас между гастролями. К сожалению, очень мало времени между гастролями. Приехали домой, немного побыл с семьей, приезжаю на студию, какие-то демо-версии записываем, работаем. Потом, в следующий приезд мой, Брянцев старший уже готовит полностью материал, из демо-версии прописывает полностью аранжировки, я приезжаю и пою свои вещи все начисто. А какие у вас еще планы на декабрь? Впереди праздники. На декабрь сейчас вот начался у нас тур по Прибалтике. Вчера у нас был, боюсь ошибиться, Ихви. Правильно я говорю? Да? Ихви, верно все. Ихви. Сегодня Таллинн, завтра у нас Рига, Дауговпилс, Вильнюс, Клайпеда и Калининград. То есть, можно сказать, всю Прибалтику мы проезжаем сейчас. После этого у нас два концерта в Подмосковье, в России, потом город Тамбов и город Липецк. До 21 декабря у нас концертный тур расписан. И потом на каникулы. Каникулы сколько длятся обычно у вас? До 5 января. У нас две недели будут каникулы. Ну, это мы так называем, знаете, не такой отдых, чтобы все-таки всем ребятам, у всех семьи, всем хочется быть дома. И как бы Новый год такой приятный праздник, хочется все-таки в кругу семьи встретить. И Новый год вы не работаете никогда? Нет, бывали моменты, когда мы работали в Новый год, но вот сегодня и сейчас, вот 14-й год, переходящий в 15-й, мы уже знаем, что у нас работы не будет, и мы все встречаем Новый год дома. А вообще, где хотелось бы отдохнуть? Вот, может быть, в какой-то теплой стране? Да нет, вы знаете, я... Конечно, море, песок, это очень хорошо. Это все очень здорово, но я как бы сторонник того, что все-таки очень мало времени я уделяю своей семье, очень мало. Поэтому для меня вот этих 14 дней это заменяет целых полгода, потому что я когда уехал в сентябре на гастроли, вот начались гастроли у нас с 5 сентября и заканчиваются 21 декабря. Представляете, промежутки между турами там 3-4 дня, то есть один день у меня занимает, чтобы добраться до дома, и один день занимает, чтобы из дома добраться до того города, с которого начинается следующий тур. То есть, грубо говоря, двое суток я нахожусь дома, и этого абсолютно не хватает. Сутки я сплю, и вторые сутки я так с семьей какие-то домашние иду покушать, погулять с детьми. Очень мало времени, к сожалению. Алексей, ну вот у вас нету пауз между концертами практически, как я заметил. А как бороться, если вдруг, не дай бог, фу-фу-фу, простуда или горло заболело, как же? Нет, ну мы стараемся, конечно, не подводить наших зрителей и слушателей. Проходи, Елена Викторовна, проходи, проходи, все нормально, проходи. Проходи, здесь нормальная обстановка, все отлично. Да, это наши друзья. Здравствуйте. Вот как раз Елена Касьянова, про которую вы спрашивали. Спасибо. Присаживайся, Елена Викторовна. Не-не-не. Ну что ты так скромно? Извините, отвлеклись немножко, да, отвлеклись. Мы говорили про то, что если вот простыл я, да, или что-то еще. Нет, ну мы как бы стараемся все-таки, знаете, я отношусь к этому как к работе, и нужно уметь не подводить людей, потому что, как бы, если зритель ждет, если публика любит наше творчество, это очень ответственно, я считаю, очень важно, и, как бы, мы стараемся, стараемся за этим следить. Надо беречь себя, ну, в первую очередь, конечно, голос. У меня были моменты, когда мы работали с Ириной Круг в дуэтном проекте, вот, наверное, года четыре назад я ломал себе правую руку, да, были уже такие моменты, уже, как говорится, научены таким опытом. Да, был перелом правой руки у меня, и я был, соответственно, невыездной. Ну, то есть, как бы, петь это, это не, это, полом, перелом не мешает пению, как бы, да, можно и левой рукой петь, но это, как бы, чисто вот, я не знаю, я считаю, что это некрасиво все равно выходить в гипсе и петь на сцене, это не то. То есть, это практически единственная причина, по которой ваш концерт, может быть, не дай бог, опять же говорю, быть отменен. Да, в первую очередь, конечно же, это болезнь, да, какая-то болезнь. Дай бог, чтобы все были здоровы, чтобы у всех все было хорошо. Алексей, и как раз вот о здоровье, о том, чтобы у всех все всегда было хорошо. Давайте пожелаем что-нибудь нашим читателям, нашим зрителям на Новый год, например, и на Рождество, конечно, тоже. На Новый год, ну, вы знаете, для меня, вот, очень, лично для меня важно это, и для всех людей, как бы, для всех жителей, народов, я хотел бы пожелать, в первую очередь, чтобы люди не забывали о отношениях. Умейте ценить свои отношения, беречь друг друга, ценить друг друга, потому что у нас, к сожалению, сейчас, знаете, все ценности уходят куда-то в материальные ценности, да, мы начинаем уже как-то измерять дружбу деньгами, вот это вот очень плохо. От всей души всем счастья, здоровья и береги своих близких. Спасибо вам большое, Алексей. Спасибо вам.